Я рад приветствовать вас на канале Интересные Истории на любой вкус. Желаю вам приятного просмотра. Однажды егерь заехал в свой лесной домик. Здесь было все в порядке. Он решил попить чая. Вдруг он услышал чьи-то крики. Он направился в их сторону. Приблизившись, он увидел мальчишку, который сидел на земле. Он стонал и плакал. Егерь увидел, что нога мальчишки угодила в капкан. И он не мог разжать его. Егерь аккуратно разжал капкан и отбросил его в сторону. Потом успокоил парня. Осмотрел ногу. Кость вроде бы цела. Только кровь сочилась с ран, где капкан сжал ногу. Егерь оторвал кусок ткани от своей рубашки и перевязал ногу парню. Затем помог ему встать и сказал, чтобы он залезал ему на спину, потому что парень не мог ступить на ногу. Так егерь на своей спине донес мальчишку до лесного домика. Там ожидал конь, орлик, запряженный в телегу. Егерь помог сесть парню в телегу, и они поехали в деревню. В деревню они подъехали к медпункту, и егерь завел парня к доктору. Врач осмотрел у мальчишки ногу и сказал, слава богу, перелома не было. Врач обработал раны, перевязал ногу парня, который отделался легким испугом. После этого случая парень привязался к егерю и частенько напрашивался с ним в лес. Старый егерь был не против, он был одинок и тоже привязался к мальчишке. Шли годы, мальчик полюбил природу и лесных обитателей. У него появилась мечта стать сменой старому егерю, который радовался, что растет достойная ему смена. Когда парень закончил школу, произошел развал Советского Союза. Вся молодежь стала уезжать в города в поисках достойной зарплаты. Но парень решил стать егерем. С хорошими рекомендациями старого егеря парня приняли на работу. Старый егерь ушел на пенсию, так как ему в преклонном возрасте уже было тяжело ходить на работу. Тем более конь Орлик умер от старости. Старый егерь тосковал по своей работе и стал злоупотреблять алкогольными напитками. Парень проведывал старого егеря и не знал, как помочь пенсионеру, чтобы он не погубил себя. И тут, как назло, появились коммерсанты в деревне. Два местных парня, которые тоже недавно закончили школу и уехали в город за хорошими деньгами. Там они закупали дешевый спирт. И мать одного из них продавала его в деревне в два раза дороже. Но он все равно стоил дешевле, чем водка в магазине. Поэтому мужики разметали его моментально. В общем, травили людей за их же деньги. Давали даже в долг. А потом зарплаты люди рассчитывались. И вот однажды молодой егерь нашел в лесу волчонка. Он принес к старому егерю. Пусть старичок займется воспитанием волчонка. Будет у него занятие, а то загубит себя дешевым спиртом. Старый егерь очень обрадовался, когда увидел волчонка. Он меньше стал выпивать, и молодой парень радовался этому. Волчонок вырос и превратился во взрослого волка. Старичок поселил его в сарае. Однажды молодой егерь пришел проведать старичка с волком. Он поговорил со старым егерем и пошел в сарай, где спал волк. Он гладил волка, а он лизал ему руки. Как вдруг кто-то вошел во двор и стал угрожать старичку и требовать отдать долг. Молодой парень вышел из сарая и увидел тех парней-коммерсантов. «Что вы хотите от него?» Спросил молодой егерь. «Пусть вернет долг за спирт, который брал у матери». «Вы своим спиртом травите людей, и об этом я расскажу частковому», – сказал молодой егерь. Они хотели что-то ответить, но замолчали. Они прыжали к забору и испуганными глазами смотрели, как из сарая вышел волк, который оскарился и зарычал на них. Молодой егерь продолжил. «Ничего вы не получите, убирайтесь отсюда, чтобы вашего духа не было в деревне. И не дай бог я узнаю, что продается спирт в деревне, и тогда я этого серого друга останавливать не буду». Он погладил волка, который успокоился. Коммерсанты пули выскочили со двора, и больше их в деревне никто не видел. И спирт больше не продавался в этой деревне. Вот такая история. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, и вы не пропустите новые рассказы. Субтитры сделал DimaTorzok